Панорамные 3D презентации Так, чтобы можно было между ними ходить И разные программисты и конторы предлагали какие-то супер дорогие решения Типа сделать приложение и так далее И я тогда на эту идею подзабил Но через некоторое время наткнулся на сервис По как раз таки презентации таких панорам и перемещения между ними Это была кула И, надеюсь я правильно произнес это вообще слово Скорее всего это так и читается Но это не точно И этот сервис оказался просто супер удобным На бесплатном режиме можно загружать отдельные панорамы Смотреть их, вертеть в онлайне На компьютере, на телефоне или на планшете А также подключать к нему шлем VR На платном режиме уже можно подгружать в один проект Несколько панорам и плавно перемещаться между ними И это оказалось просто супер круто Так как клиенты от таких панорам были в диком восторге Причем это не занимало почти никаких ресурсов Нужно было просто сделать дополнительный рендер Хоть и в достаточно большом разрешении Скажем, в отличие от движка Unreal Engine В котором удобно делать полноценные видео Но это требует дополнительного времени Кстати, кто не видел видео про экспорт сцены из 3ds Max в Unreal Engine Ссылка появится у вас сверху Кула хороша тем, что вы можете показывать свои панорамы Непосредственно с телефона или планшета Просто открывая их по ссылке или отправляя кому-то И это супер удобно, потому что, например Находясь на каком-то объекте Вы можете, соответственно, просто презентовать его Через вот эту панораму Всем спасибо, что смотрите эти видео Благодаря вам на канале уже больше тысяч зрителей И это супер круто Меня это супер вдохновляет делать еще больше полезного материала Так что всем приятного просмотра И получилось так, что данный сервис дает очень большое преимущество С минимальными усилиями можно выгодно выделиться Среди тех, кто предлагает просто статичные рендеры Так как любая динамика всегда смотрится выигрышнее Можно просто отослать клиенту ссылку Он ее откроет у себя на телефоне Появляется новый дизайн его комнаты Который он сейчас видит в 360 градусов Он может крутить его, вертеть, смотреть пол, стены, потолок Буквально вокруг себя И это очень круто Я, кстати, заметил, что даже до сих пор многие этим не пользуются Хотя это, конечно, прям вот Это прям топ Например, у нас есть экстерьер Он освещен HDRI-картой и короновским солнцем Это такой садик в Лондоне Здесь много зелени Ее лучше всю, конечно же, перевести в прокси То есть сцену лучше перед панорамным видео немножечко облегчить Потому что нам нужно будет отрендерить картинку 8000 на 4000 в разрешении То есть 2 к 1 И этот рендер займет достаточно много оперативки То есть я, например, обычно рендерил такие панорамы на рендер-фермах Чаще я пользовался фермой Мега Рендер Там эта панорама выходила примерно 2-3 тысячи рублей То есть в долларах это, наверное, долларов 30, наверное Плюс тут дополнительная подсветка Это обычные коронулайты, которые у нас подсвечивают зелень И дают такой тепленький приятный свет Геометрия вообще на всех объектах достаточно простая Но именно текстурки я брал прямо с фото То есть были фото этой местности Соответственно, например, на дальние здания Я просто сделал боксы и накинул на них вот эту текстурку Текстуру, прямо текстуру зданий А, например, ближнее здание, да, вот это самое главное здание, вход Вырезал текстуру кирпичиков И прямо наложил их вот на геометрию основной части И геометрию, которая над окнами То есть там несколько разных текстур Нам нужно сделать разрешение 8000 на 4000 Поставить геймбуд в центре камеру И тут два варианта Либо делать просто коронакамеру И выбирать у нее сферический тип Во вкладке Projection and VR Либо на эту короновскую камеру, да, на обычную Наложить модификатор коронакамера мод И в этом модификаторе нажать в вкладочку Override И выбрать тип spherical По сути разницы нет Получается результат тот же самый Ну и та же самая сферическая камера Стоит у нас в интерьере Этот интерьер освещен Corona Sky плюс Corona Sun И плюс небольшие обычные стандартные Corona Light Стоят тепленькие в светильниках Чаще всего тип Corona Sky я использую Hosec and Wilkie Так как у него очень удобно Параметры турбитити крутить вверх Так как иногда бывает Чаще, очень часто, что свет короны Он слишком холодный И проще его, например, выкрутить турбитити Чтобы свет стал более таким белым Это обычно бывает немножечко приятнее Цвет коррекции Цвет коррекции такая На интерьерах Но можно использовать и improved После всех этих действий Мы просто сохраняем нашу панораму И загружаем в личный кабинет на куле Там все достаточно просто То есть тут даже нечего описывать И далее у нас становится доступна ссылка Которую мы можем отправлять кому угодно И соответственно По этой ссылке уже открывается наша панорама Вообще такие панорамы выглядят очень классно на телефоне Потому что мы буквально Например, у нас есть стройка Мы делаем какой-то ремонт Мы можем стоять буквально в центре нашей комнаты И крутиться И видеть просто Как у нас в итоге все это будет выглядеть То есть настраиваем, например, точку Куда у нас изначально панорама включается Например, на окно И с него уже просто смотрим так же Как мы стоим Просто можем видеть все стены Весь пол, весь потолок В куле также можно включить Включить всякие украшательства Типа солнечных зайчиков И так далее Такие небольшие засветы Выглядит, конечно, так немножечко прикольно Но это скорее как игрушка Надеюсь, вам понравилось это видео И оно было для вас полезно Ставьте палец вверх Подписывайтесь на канал Чтобы не пропустить новые ролики И я буду чаще для вас Чтобы быть полезненько выпускать Всем пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok